Привет, дорогой зритель! Все мы любим хорошую мистику, смешанную с фантастикой. Не стоит говорить о популярности таких фильмов, как «Эффект бабочки», «Треугольник», «Тупик» или «Автострада 60». Если, к сожалению, вы не видели некоторые из этих фильмов, я категорически советую их посмотреть, а также подписаться на мой молодой канал «Хоррор Фактор». Мне крайне мало фильмов и рассказов этой тематики, и я решил писать подобные сам. В каждой моей истории есть изюминка, которая обязательно оставит приятные послевкусия после прослушивания, а также, благодаря написанной мной музыке для каждого рассказа, вы сможете полностью погрузиться в атмосферу истории. Ссылка в описании. В одном из офисов российского города Миллионика сидели трое. Частный детектив Михаил, напыщенный образованный брюнет среднего роста и средних лет, подлинно русской наружности, как и всякий детектив, перешел из внутренних органов налоговой полиции и постоянно пользовался своими связями. Парень по прозвищу Мороз, восточной внешности, дорого, но безвкусно одетый в классику, правая рука Михаила, второй человек в его скромном бизнесе. Мороз, несмотря на внешность, говорил без акцента и имел культурный склад крайне русского человека. Своё прозвище он получил наспор, хлопнув стакан незамерзайки, которой пользовался полжизни, за которую в грудь себя бил, что нет там метанола, Фома неверующий. Когда Мороз упал навзничь, потеряв сознание, стало ясно, что он ошибался, и тогда кто-то едко подметил «замёрз». Замёрз. Мороза спасли почти без последствий для здоровья, в шкафу было полно 40-градусного напитка, фактического противоядия, а скорая приехала за 10 минут. Навредил ли этот эпизод его умственным способностям, достоверно неизвестно. И Саша, студент, окончивший журфак, как и многие, потерявшие себя после выпуска, пришедшие сюда на собеседование по рекомендации, неожиданно полученные в светской беседе со своим лечащим врачом. Джинсы, выцветшая клетчатая рубашка, однако старательно выглаженная, броские часы из перехода и практичные, удобные ботинки. Из тысячи таких же людей его выделяли только яркие, проницательно-голубые глаза и волосы, настолько светлые, что солнце слепило в их отражении. Ребята сидели давно и привыкли друг к другу, шёл пятый час знакомства. Знакомства лёгкого и занимающего. Все разговаривали так, будто были знакомы с пелёнок. Саша уже ощущал причастность, чувствовал себя помощником детектива. И прошло бы за мирными беседами ещё, наверное, столько же времени, если бы не телефонный звонок. Михаил взял трубку. «Привет! На работе!» «Прости!» «Хорошо. Пятнадцать минут». «Ребят!» Сказал он, сложив служебный телефон. «Через пятнадцать минут человек подъедет с десертом. Собирайтесь!» «Что за десерт?» Спросил Саша. «Увидим!» Ответил Михаил и обратился к Морозу, предвосхитив его вопрос. «Это Майк!» Михаил показал Саше, что он идёт с ними, и все трое стали неспешно собираться. Саша расправлял замятый подол рубашки, Михаил стоя завершал работу на компьютере, а Мороз складывал бумаги. «А кто такой этот Майк?» «Это твой информатор?» Спросил Саша. «Майк делает то, что считает нужным. Деньги здесь не участвуют». «А что за имя такое? Он иммигрант?» «Саня, это уже неприлично!» Встрял Мороз. «Это псевдоним», параллельно ответил Михаил. «Псевдоним?» «О, кажется, я понял!» Саша затих на мгновение, затем взвопил. «А, всё! Теперь точно понял!» Скоро все трое вышли из здания. В жилой двор заехала старая, совершенно неприглядная иномарка, универсал, вишневого цвета, в ободранной тонировке и с яркой ржавчиной на колёсах. Заехав, развернулась к въезду и остановилась. «Пошли!» Сказал Михаил и выбросил непотушенную сигарету. «Это Майк?» Спросил Саша полушёпотом у Мороза. «Он самый!» «Он что, уже на пенсии?» Мороз промолчал. Саша сел позади водительского сидения, Мороз рядом с ним. А Михаил сел спереди, к Майку. «Здравствуй!» «Его паспорт и информация у тебя!» «Что?» Возник Саша. «В каком смысле паспорт?» «Какая ещё информация?» Саша расперся между передними сидениями и обратился к Михаилу на тон ниже. «Подожди!» «Мой паспорт реально у него сейчас?» Саша снова повысил голос. «Ты отдал ему мой паспорт?» «Твои данные под надёжной защитой. Президент захочет, не получит!» Михаил ответил флегматично. «Я тебя вижу впервые!» «Ничего личного!» «Будь со мной честен, и тогда у тебя моё слово!» «Под какой ещё защитой?» «Ты не мог у меня спросить, нужна ли мне эта твоя надёжная защита?» «Своё слово можешь обратно забрать!» «Паспорт верни!» «Это статья! Алло!» «Под защитой службы безопасности!» Спокойно отвечал Михаил. «Паспорт верни, я говорю!» «Служба безопасности!» «Это те, что в конторах людей по гуглу пробивают!» «Это ты им отдал мой паспорт и какую-то там информацию?» «Хер его знает, что ты под ней подразумеваешь!» «Этим дуболомом?» «Прости, Мишань!» «Ты сбрендил?» «Письки, нарисованные у меня в паспорте, ты сам будешь выводить?» «Что ещё за служба, блять, безопасности?» «Федеральная!» Майк продолжил сразу и невозмутимо. «Запись моя!» «Место сказать не могу, качество какое есть!» «Возьми!» Он передал Михаилу ручку. «Что это?» «Диктофон!» «Сейчас тронусь, тогда включишь!» Майк переключил передачу. Тонированный автомобиль тронулся и выехал со двора на оживлённую улицу. «Отогни рычажок и нажми кнопку сверху!» Михаил сделал, как сказал Майк. Майк, не отвлекаясь от дороги, протянул Михаилу провод, идущий от магнитолы. «Ставь головки стержня!» «Он поддастся!» «Сделал!» Майк подкрутил магнитолу на среднюю громкость и что-то нажал. Из слабых колонок автомобиля потянула искажённая, но разборчивая речь. Казалось, что говорит мужской хор. «Когда сталкиваться интересы двух очень важных человек, у меня течь слюна. Война – это лучший стол. Нации истреблять друг друга, мгновенно люди голодать. А у меня всё будет по расписанию. Завтрак, обед и ужин». «Люди, которые таскать железные хлопушки, сбиваться в расчёты. Некоторые расчёты оставлять особенно далеко, иногда лес. Тогда это мой дневной рацион». «Пропали без вести. Это редко, блин, врага. Чаще это сытый я. И мы все сыты. Нет война – я питаться в городе. Пьяный человек, проститутка, таксист. Или редко кто жить в доме последний или первый этаж. Я разорвать челюсти человек, иначе манибус не влезать. И манибус надо тогда в рот, там щупать еда, спагетти и доставать. Потом, когда съеденные спагетти и содранные мышцы, выкручивать человека, как мокрое полотенце, в коменденте на моём живот. Собирать рассыпанный позвоночник с пола и комкать. Вместе с кожаным мешок, чтобы нести с собой и никого не знать. Иногда человек вступает в схватка. Глупый человек. Когда быть война, однажды я бродить лес голодный. Теперь ехать большая железная танк, с человек внутри, заметить меня и хлопать. Я сорвать с танк железной лента, разорвать железо, достать человек и ударить лента. Два человека непригодны в пищу. Последний убегать, я догнать его быстро. И больше не голодный. Кушать уже 600 лет. Мои дети тоже кушать. Люди умирать бесследно. Человечество ничего не знать. У дети моих дети появится шестая манибус. Хороший знак. Мы расти. Потом дети моих дети с шестая манибус умирать. И мои дети умирать. Я растеряться и злой. Попадать в дом, чтобы есть, а там мёртвый человек без глаза и мозг. Теперь это очень часто. Это делать не человек. Человек так не делать даже в война. Я и мы страдать и умирать в схватках непонятно. Запись оборвалась и пошла по новой. Майк выдернул провод и положил ручку обратно. Автомобиль стоял на светофоре, а в замерзшем салоне царствовал тихий шум мотора. Молчание разбил Саша. И что это такое? Ребят, это какая-то запись из психбольницы? В недоумении тихо спросил он, хотя и понимал, что обстановка сейчас совсем не оглумление над психами. Михаил молчал. Это Кракен, отрезал Майк. Чего? Что? Кракен? Михаил, не отрывая взгляда от пустоты, глухо спросил. Почему он говорил с вами? Как он у вас оказался? Прости, ответил Майк. Понял. Саша снова облокотился на передние сидения и ждал подробностей. Михаил поднял взгляд и взял бодрее. У Кракена, Саша, пять рук. Тяжелый танк второй мировой. Тигр. Слышал? Эээ, ну естественно. Всего тремя разминал, как пластилин. Кракены живут среди нас. Самая большая популяция в Питере. Около сорока особей. В Москве тридцать. В остальных миллионниках восемь, двенадцать. И я не понимаю. Они убивают людей? Зачем? Кто они такие? Откуда? Убивают. Они нами питаются. Одна рука толщиной с молодой дуб, на каждой по четыре пальца. Шкура серая. И если бы могли убить Кракена, хотя бы одного, ею бы обтягивали боевые машины и побеждали в любой войне. Кто они и откуда, я не знаю. Их настоящее имя тоже неизвестно. Возможно, это знает Майк, но он сам не скажет. А может, он и сам не знает. Михаил обратился к Майку. Черт тебя самого знает, Майк. Саша молчал и слушал. Восемь глаз, продолжил Михаил. Девять, поправил Майк, смотря по зеркалам. Спасибо. Девять глаз и два рта, один из которых находится на животе. Никто не видел, каким образом оно его использует, но кажется, теперь понятно. И все это удовольствие размером с грузовик. Размером с грузовик? И вы не можете его поймать? Во-первых, Саша, ты его ни во что не поймаешь. Он делает витую проволоку из танкового взвода. Во-вторых, он может попасть в квартиру через окно. Даже не спрашивай. Его анатомия – самая аппетитная загадка. Саша обмяк на заднее сидение. То есть, ты говоришь, со мной в одном городе, возможно, в одном районе живет какая-то неведомая, непонятная тварь, которая может залезть ко мне в квартиру, разорвать меня, и вы ничего не сможете с этим сделать? – спросил он. А ты догадливый? – ответил Мороз. В 42-м два советских корпуса не смогли, – добавил Михаил. Миша, притормози. Майк вмешался. Понял. Не верю. Новости на мою голову, – прогудел Саша. Я понимаю тебя, но у нас, похоже, проблема поважнее. Ты пошутил, Миш? Поважнее? Михаил усмехнулся, затем выдохнул и помрачнел. Кракены? – начал Михаил громче, а теперь обращаясь к обоим пассажирам. Это наш ночной кошмар. Мы просто не доросли до таких технологий, чтобы им хоть что-то сделать. А вот пока мы до этих технологий растем, они убивают нас, как забойных свиней. И хорошо, если им не захочется делать это ради удовольствия. Хотя мы и думаем, что в них нет жестоких мотивов, но... Если это окажется вдруг ошибкой, глупой ошибкой, нам придется поклоняться им словно богам, чтобы они не передавили нас, как тараканов. Но когда... Подожди, – перебил Саша. Из всего этого выходит, что они постоянно жрут сколько-то людей в месяц? Вот сколько? Три человека в день, предположительно. Охренеть! Окей. Тогда получается, 40 тварей едят 120 человек в день для Питера, или 3600 невинных человек в месяц. Все они исчезают бесследно. И что государство говорит их родственникам? Мы соболезнуем, но от вашей семьи откусили? Государство ничего не говорит. Пропажами людей занимается МВД, которые искренне считают, что ищут похищенных или сбежавших из дома. Подождите-ка. Стоп. Я же не выйду из этой машины. Ведь так? А ты догадливый, – сказал Мороз и направил на него пистолет. Ах вы твари! Какого? Прости, приятель, сейчас объясню, – сказал Михаил. Тем временем автомобиль выехал на трассу. Мороз, надень на него наручники и рот заклей, – приказал Майка и обратился к Михаилу. Четвертая группа, помню. Арезус? Обижаешь. Минус. Отлично. Сколько всего людей? Сегодня шесть. Михаил повернулся к Саше. Итак, я не договорил. Я договорю, – прервал Майк. Мы имеем дело с чем-то, что жрет граждан во сне с неуемным аппетитом. Майк, если позволишь, – перебил Мороз. Хорошо, давай. Дело такое. Год назад поступила информация о ряде смертей, произошедших по всей стране, позже сложенных в серию убийств. Убийства совершались с видным почерком, Жмур погибал спящим, следов вскрытия квартиры не было, смерть наступала от повреждения мозга через глазницы. Неустановленным образом убийца извлекал его досуха. «В новости не хочешь пойти, болван? Не Жмур, а жертва!» – заметил Михаил. «Да подожди!» Характерно, что глаза к этому моменту всегда были закрыты, поэтому разорванные веки погибших, как сказал Мучков, болтались, будто простреленный платок. На третьем ж... Жертве. Стало ясно, что общество имеет дело с маньяком-гастролером. От полиции собрали способных следователей, дали делу повышенную важность, и уже через день в ВВС кинули агрессивного мужчину с длинными сальными патлами и грязным лицом судимого форточника. Он выкрикивал оскорбление, а потом даже напал на сотрудника при исполнении, после чего, по слухам, несколько раз поткнулся и упал. Получил разрыв селезенки, отказ одной почки, ушиб мозга, печеночное кровотечение и уголовную статью. Пока эта смердящая нелюдь беспомощно ныла за дверью, из главного управления МВД спустили информацию о свежем эпизоде в соседнем городе, а дел занервничал. Мороз отпил воды из бутылки. Пресс-служба не успела даже объясниться по поводу ошибки, как на следующий день еще один эпизод произошел на другом конце страны, и в тот же день, в совершенно в другом месте, за 5000 километров, произошло еще два эпизода, причем в одном городе. За последующий месяц погибло 232 человека, полиция оборвала связь с журналистами. Расследование засекретили, состояние дела стало неизвестно. Спустя полгода, по различным источникам, погибло от 9 до 12 тысяч людей. Во всех крупных городах был введен желтый уровень опасности. В один из тех дней у меня умерла соседка. Я видел в глазок, как ее квартиру взламывал мой знакомый участковый с опергруппой. Попав внутрь, они почти сразу оттуда вышли и спешно покинули подъезд. Участковый не выпускал азарук рацию. Спустя пять минут, прибывший спецназ ФСБ, эвакуировал весь дом и стал сжечь огнеметами вентиляционные шахты. Саша истошно замычал. «Приоткрой ему там! Что ты хочешь сказать?» указал Михаил. Мороз сорвал армированный скотч со рта Саши. «Блядь!» воскликнул Саша и размял губы. «Мороз, волчара! И ты мент, что ли?» «Я сотрудник полиции, бывший». «Все вы на один мотив! Не мудрено дуболом, что тебя выперли!» Саша кивнул на наставленный на него пистолет. Мороз усмехнулся. «Это, Саша, уже не твое дело, почему меня выперли. Твое дело сидеть ровно и не базарить!» Мороз закончил твердо и замолк. Но затем вдруг снова заговорил, взяв тиши, повернувшись к окну. «Нападение на сотрудника полиции это всегда зеленый свет, но оказалось, что убивать-то было нельзя. Вся страна следила за этим отбросом. Под давлением журналистов все сразу показали на меня пальцем. А потом... Я, честно, даже и не знал, что существуют такие статьи, которые мне потом вменили. Надо было тебя не должности лишать, а на тюремные харчи пересадить годков на десять в обычную колонию, чтоб туристы в твое очко потом монету на удачу бросали. «Слышь, Михань, можно я его заклею уже?» «Обожди, Мороз», ответил Михаил. «Плевал я на ваши погоны! При чем здесь моя группа крови? Потрудитесь объяснить! Вы меня на органы собираетесь разобрать, что ли? Куда мы вообще едем?» «Сказали же тебе, людей спасаем», ответил Майк. «А при чем здесь, блять, я? Играйте своих пиратов, там, кракенов, без меня! Приносите в жертву собак, крыс! Зачем вы в уголовщину-то лезете?» «Так...» «Стоп...» «Ну-ка, ну-ка, покажи свое удостоверение, кто ты там?» Майк молчал. «Что молчишь? Нет удостоверения?» «Все понятно с тобой, сектант!» «И вы, дебилы, сектанты, заблудшие овцы! Вас найдут! За каждого такого, как я, вы получите по-пожизненному! И никакой сатана вас из обычной бетонной коробки не вытащит!» «Мракобесы!» «Уроды вы!» «Пиздец!» «Сходил на собеседование!» «Двадцать первый век!» «Жертвоприношение!» «Дебилы!» «Вы понимаете, что хоть творите!» «Вас же найдут рано или поздно!» «Заклеивай!» отпустил Михаил. «Да все, все! Хер с тобой, сатанист! Не надо ничего заклеивать, у меня нос плохо дышит!» «Старшина, не клей!» «Вдруг не врет!» вмешался Майк. «Вас понял!» ответил Мороз по привычке. Автомобиль остановился на пустыре. Мороз вывел Сашу, завязал ему глаза и остался его сторожить. Михаил и Майк чуть отошли. «Благодарю за службу!» сказал Майк. «Ты знаешь?» «Разумеется!» Майк протянул ему толстый конверт. «Пересчитывай!» Михаил открыл конверт. «Что я слышу? Хруст конверта! Внутри, наверное, письмо от возлюбленной, а деньги не участвуют! Нет! Неа!» «Понятно все! Заказуха!» «Ну ты и говно, Миша!» «Миша!» вдруг закричал во всю глотку Саша. «ИП Разнополов Михаил Валентинович! Убийца! Убивают! Помогите!» Мороз повалил его на землю и заклеил ему рот. «Все на месте?» Майк спросил у Михаила. «Да, пятьдесят». Михаил просветил несколько случайных купюр специальным карманным устройством. «Машину забирайте себе! До скорого!» «Подожди!» Михаил выдержал паузу. «Ты же знаешь, я не мясник какой-нибудь! Чисто по-человечески, все-таки жалко его!» «Дай там слово, что вы не будете над ним издеваться, что ли, что все пройдет быстро!» «Даю тебе слово!» «И еще, на записи действительно Кракен?» «Это был не спектакль, а информация, вам со старшиной к размышлению, совершенно секретная, к слову, по-товарищески!» «Я ценю это, спасибо!» «Так и что же это такое, что убивает Кракенов?» «У нас есть какие-нибудь шансы вообще?» Майк отвел Михаила чуть подальше от автомобиля. «Большие черные черви!» «Они лезут из земли в системы вентиляционных жилых домов, пускают щупы и тихо косят гражданских десятками за ночь. Зачем?» «Пока неизвестно!» «Предположительно, питается человеческим мозгом!» «С каждым месяцем все больше тел!» «Столкновение с вооруженными силами уже было!» «Совершенно бесполезно!» «Единственный видимый вариант это откормить Кракенов мутагеном и столкнуть их с червями!» «Я хочу, чтобы ты понял, Миша!» «Старшина ошибается!» «12 тысяч это только вершина айсберга!» «Все намного хуже!» «Твою за ногу!» «Вот оно как!» «А мутаген, это как я понял, кровь 4 минус?» «Да!» «Ну, тогда рад был помочь!» «Не подведите!» «И держите меня в курсе!» «Добро!» «Никто, кроме нас!»» Майк поднял руку, сжав ее в кулак и улыбнулся. «Это девиз ВДВ!» посмеялся Михаил. «Двери ФСБ всегда открыты для авторских споров!» Они пожали друг другу руки, Майк проверил кобуру, поднял Сашу и повел его за собой в горизонты поля. Мороз и Михаил сели в автомобиль с почти полным пензобаком и уехали. Мороз получил от Михаила 20 тысяч евро. Савельев держал Сашу и они шли по полю, разгребая ногами высокую траву в полной тишине. Саша потерял бунтарский пыл, а Савельев в принципе по натуре своей уважал молчание. Он был высокого роста, с твердым и трезвым лицом, средний в плечах и неизвестных лет. Однако по волевым морщинам и пробивающейся седине можно было догадаться, что ему уже к четвертому десятку. Михаил, несмотря на свой род деятельности, не знал о нем ничего, кроме его имени и того, что Савельев сам говорил о себе. Наконец, они дошли до леса, и там неожиданно стоял вооруженный человек. Затем еще один и еще. И вот теперь их несколько десятков. Виднеется колючая проволока и где-то затухает лопасть вертолета. Савельев прошел с Сашей четыре контроля, не выпуская из рук удостоверения. Раздался могучий скрип двери и теперь Саша спускается по какой-то лестнице с каждым шагом воздух становится все сырее и прохладнее. Он слышит глухие голоса, похожие на бурное обсуждение. Затем открывается еще одна дверь и голоса обретают четкость. Савельев зайдя внутрь пристегнул Сашу к батарее и подошел к генерал-лейтенанту беседующему с офицерами. Здравия желаю товарищ генерал-лейтенант. Привет майор. Порадуешь? Порадую товарищ генерал-лейтенант. Савельев кинул головой в сторону Саши пристегнутого обеими руками к батарее. Четыре минус? Так точно четыре минус. Вольно, товарищ подполковник. Есть? Савельев скромно улыбнулся. Генерал отошел к офицеру. Через полчаса свежего в карантин. Этот последний. Что останется убрать и приступить к снаряжению. Сообщив столицу, что завтра столкнем. И передай это распоряжение в областное ОФСБ. Генерал протянул офицеру бумажный лист. Так точно. Спустя полчаса Сашу закинули в темную комнату. Аккуратнее! Он встал отряхнулся. Включился свет. Ебать! Саша вскрикнул прижался к стене и прошептал Твою мать! Александр привет! Слышь? Это давай поговорим может чем увлекаешься? Оширашенный Саша ползу вдоль стены в противоположный угол. Сибирская дом 6 Твоя адрес? Эээ ага. Твой девушка был первый этаж я слышать это говорил генерал прости меня Александр. Да как бы ноль вопросов та еще стерва была пустяк забудь дрожащим голосом отвечал Саша смотря перед собой почти строго вверх. Михаил с Морозом заезжали в черты города что он тебе тогда сказал спросил Мороз что все хуже чем ты говоришь то есть 12 тысяч это неполные данные трупов было больше прикалываешься а сколько же тогда он не сказал чертов этот как его кто который непонятно неизвестно как то Никита вроде инкогнито да инкогнито ага бабло не пропей возьми хотя бы на десятку хорошей аппаратуры Михаил резко перескочил сегодня Людмила звонила которая изменяет спрашивала о результатах у тебя есть что ей сказать брось ты приедем я тебе даже кино покажу а она почему еще не знает сегодня хотел сообщить клянусь если бы не Майк она пушистая 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 у нас на пороге красная как геморрой и требовала все показать сказал с улыбкой мороз и оба замолчали затем он спросил а куда ты потратишь свои 25 тысяч для начала переедем в центр удобно они доехали до офиса завершили будничные дела и разошлись по домам на следующий день ближе к вечеру Михаил сидя в офисе получил телефонный звонок с неизвестного номера слушаю взял трубку Михаил привет вечером по пиву собираемся взять подойдешь к хмельной вобле на Ленина и еще хорошие новости для тебя есть а да привет конечно во сколько и что за новости Михаил сразу узнал Савельева думал ты уже знаешь наша сборная победила подходи через пару часов вон а что представь себе проглядел садовая голова хорошо до встречи Михаил ловко разгадал шифр примите заслуженную похвалу товарищи объявил полковник и повернулся слушаю вас Климова товарищ полковник мы с Савельевым подсчитали что таким образом удастся купировать рост смертности уже через месяц если сверху дадут добро на транспортировку железнодорожными путями из альтернативных вариантов отставить альтернативных вариантов не будет через полчаса жду ваши расчеты на столе Наташ Савельев вернулся из уборной на пару слов Климова подошла подменишь меня через часа два буквально на какого черта Савельев замертво уставился на Климова Климова испуганно обернулась на экране передающем изображение с видеокамер на Кракене был сплошной черный тон кроме одной камеры она показывала сумрачное летнее небо ты меня напугал дурак он просто скинул с себя всю аппаратуру в карантине постоянно так делал да ты не переживай приученный вернется нет Наташ боюсь что не вернется Савельев зашел вглубь штаба и попросил скорее отмотать последние кадры оператор отмотал на 5 секунд до потери изображения мамочки Климова побледнела из отдела аналитики выбежали двое с бумагами и задергали полковника на повышенных тонах выясняющего происходящее товарищ полковник срочно свяжитесь с Москвой один из них совал в него листом бумаги что ты мне тычишь еродивый нормально доложи по уставу полковник грубо взял лист из рук аналитика это еще что посмотрите проекцию внизу товарищ полковник где и что это 10 километров показал аналитик на листе пальцами полковник внимательно вгляделся затем пробежал глазами по всему листу и отнял взгляд от бумаги сынок это не ошибка пятикратно перепроверено товарищ полковник твою дивизию михаил курил у окна поступил звонок с городского номера слушаю здравствуй миш в обла отбой встретимся на стахановце в дом 3 дробь 2 понял тебя по времени на час раньше добавил савельев стой это же управление фсб верно я буду ждать у крыльца трубку бросили михаил насторожился предупредив своего коллегу мороза о возможном подвохе он наделся и поехал на своей черной тойоте к зданию управления фсб подвоха не было у крыльца у фсб стоялся велье в форме и задумчиво курил михаил увидев его вспомнил о полученных деньгах улыбнулся в себя когда они поздоровались часы пробили ровно назначенное время привет жень чего без конспирации михаил осмотрелся велье и похлопав его по плечу надбавил широкой улыбкой вай какие погоны тач подполковник я на минуту работы теперь много а вона как а что случилось михаил подался ближе к савельеву и спросил в полтона а нас не заметят забудь об этом эм как скажешь ну давай рассказывай какой счет хозяева показали гостям кракен справился и даже спасибо сказал савельев улыбнулся так будто утешал себя не знал что они так умеют весь отдел растрогался поздравляю с найденным противоядием михаил взорвался восторгом какой милый однако песик выдирал нам заживо кишки теперь вы заберете его обратно подлечите и так дальше одного червя за другим боюсь что нет он от вас убежал михаил насторожился он мертв савельев достал две сигареты и закурил обе червя что мы искали он убил быстро но за ним вылез еще один раз в 20 больше и порвал кракена как бабочку а потом вылезло еще пять таких же и они истребили всех гражданских в поселке около 30 тысяч человек сми разрывается в фсб полный бардак михаил обмяк и промолчал мы могли бы наверно найти еще кракена да хоть десять продолжил савельев поймать раскормить клонировать теперь что хочешь кажется возможным но это бессмысленно что значит бессмысленно не двенадцать тысяч миша а двести двести тысяч человек было полгода назад а позавчера полностью вымер первый город савельев выкинул дрожащими руками две недокуренные сигареты и прикурив сразу три добавил наши проанализировали сейсмический отчет это не существа миш прости тихо спросил михаил замерши доставая из пачки сигарету это существо одно то что мы считали червями его конечности по всей стране были его конечности я тебе даже больше скажу по всему миру савельев поднял взгляд помнишь ты тогда сказал мне в машине про бога самое время начинать поклоняться